Приветствую всех на своем канале! Посмотрите на это вот зеленое чудо! Листики очень необычные, вырезанные. Как вы думаете, что это такое? Это маг, причем маг необычный, а маг восточный. И вот эта бомбочка готова взорваться. А здесь уже почти взорвалось. И уже характерное окрашивание. Смотрите, какой крупный! Какая это бомбочка! И довольно высокое растение получается, больше метра точно. Я его выращиваю из семян. Семена заказывала во многих известных садах России. Причем, знаете, семена-то пришли, я их высеяла и вылезло у меня... И вылезло у меня что-то вот такое, похожее на обычный, всем известный маг кулинарный. Я, конечно, расстроилась, думаю, ну что меня обманули или что это такое. К счастью, это место я не перекопала, а через год увидела... Ну вот именно это я через год и увидела. Ну, конечно, через год столько бутонов не было, а сейчас-то их много, куст разросся. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Они бывают разных оттенков, еще бывает белый, но мне достался именно вот такой красный, оттеняет его, ну, темный такой, темный. К сожалению, вот именно сегодня во всей красе мне его показать трудно, я надеюсь и сделать это в другом видео. Видите, он потрепан дождем, ветром. И это я раскрыла середину. Видите, это все-таки маг. Вокруг мака много-много тычинок, они добавляют своего очарования. И семена будут. И точно так же будет все, как у обычного мака. Эти отсветшие головки я срезаю, использую их потом для зимних букетов. Их даже можно вызолотить или высеребрить, или белой краской покрасить. Зимой в зимнем букете смотрится очень оригинально, за счет еще и изогнутых его стволов. Видите, он неровно прямой. Он изогнутый. И так он и засохнет, и будет изогнутый. В уходе неприхотлив, зимой сам по себе, без всякого укрытия. Я только срезаю вот эти вот уже отсветшие его цветоносы. А ботва она сама потом зимой пожухнет, вернее осенью пожухнет, и будет почти не видно. А рано весной он просыпается, в числе первых просыпается. Очень красив, очень декоративен. И здесь вот тоже еще раскроется. И даже вот сейчас, смотрите, какой он забавный. Вот эти вот его скрывающие его красоту. Как их назвать-то правильно-то? Такие вот покрытые, они же с забавными шерстинками смешными. Кроющие чешуйки. Их будет много-много. Но вот, к сожалению, у меня только один цвет. Вот такой алый-алый. Видела еще белый. Тоже он смотрится шикарно. Может быть, когда-нибудь у меня будет и белый. Главное, его только не перекапывать. Вот это место у меня отмечено палочками. Здесь он и сидит. И размножать его легче именно семенами. Потому что корень у него стержневой, длинный. И если мы неудачно его будем выкапывать, повредим, то растение может погибнуть совсем. Но цветение, его цветение только начинается. Поэтому я надеюсь вас порадовать еще. А пока покажу вам еще немного своих ирисов. Вот такой темно-фиолетовый, бородатый. Вот желтая оборотка. Бело-желтый и с разводами. Его очень любит есть бронзовка. И вот сейчас там тоже уже какой-то жук сидит. И вот такой еще тоже бородатый. Внизу фиолетовый. Сверху нежно-нежно голубой. Камера немного не передает. Кажется, что белый. Но он голубой. И фиолетовую гамму поддерживает еще и люпин. В лучах заходящего солнца. Очень люблю это растение. Оно еще и полезно для почвы. Разрыхляет своим стержневым корнем почву. И там тоже образуются клубеньки. Ведь люпин, он из семейства бобовых. А все бобовые очень полезны для земли. Вот и все о моем небольшом приключении с восточным маком. Очень я удивилась, когда первый раз из семян вышло. Что-то непонятное. Зато теперь, набравшись терпения, я любуюсь вот на это. Этот, наверное, завтра раскроется. Всего вам доброго. До следующей встречи. С вами была Марина.